всем привет друзья наши подписчики постоянные новые зрители всем я рад вы на канале компании priority авто компания по доставке автомобилей и спецтехники с аукционов японии сегодня я хочу разобрать частый очень вопрос и недопонимание многих зрителей как нашего инстаграма так и ютуба непроходные автомобили когда мы выкладываем соцсети что купили непроходной автомобиль 2008 2009 10 года для нашего клиента часто с возмущением нам говорят что нельзя такой автомобиль привести он же старый нет друзья автомобиль нельзя официально оформить то есть с документами для легального перемещения по территории российской федерации только автомобили старше 2008 года они не попадают по под евро 5 и соответственно их оформить нельзя но до сегодняшнего дня даже можно было 2007 год привести но оформляет их не каждая лаборатория то есть с бктс может выйдет не каждая лаборатория и на 2007 год прим к примеру сегодня выдают птс точнее свидетельство о безопасности транспортного средства завтра уже не выдают поэтому мы не рискуем мы берем именно не проходные года но не рискуем не ходим на грани берем именно те которые сегодня завтра послезавтра оформят и такие непроходные варианты старше 7 лет старше пяти лет то есть 5-7 лет и старше 7 лет можно привести с птс если автомобиль не старший на данный момент 2008 года то есть момент в том целесообразно ли это то есть выгодно целесообразно ли по вашему бюджету и вообще в принципе по деньгам потому что допустим автомобиль с объемом двигателя два с половиной литра чаще всего вообще не выгодно вести но есть исключение то есть есть разные кузова есть разные поколения если у нас поколение допустим 5 15 16 году выпускается что является на данный момент проходным то допустим двенадцатом году это было еще четвертое поколение которое стоит ну на тысяч пятьсот дешевле к примеру и итоговый ценник получается довольно интересным на примере того же альфарда в новом кузове он там стоит 2200 и больше а в предыдущем кузове в непроходном году его можно найти еще до двух миллионов там один из 1819 но опять же нужно все проверять то есть нужно смотреть с документами нельзя привести совсем старые автомобили старше 2008 года опять же это многих интересуют там чайзеры марки и так далее именно сотики 110 90 их нельзя привести вообще вообще даже как экземпляр для музея то есть их нельзя привести с документами сейчас привести можно только либо распилом либо конструктором как на запчасти друзья ну и сейчас непосредственно перейдем к ознакомлению наглядно я вам покажу как складывается цена на непроходной автомобиль и на проходной автомобиль чтобы людей у которых стоял этот острый вопрос вопросов стало меньше итак друзья здесь надо доски я выписал самые популярные автомобили которые завозят не как берут как непроходные и сейчас мы разберемся по полкам где мы что за что платим и почему в итоге люди берут непроходные автомобили первый у нас самый наверное популярный это то ли тойота олеон с объемом двигателя полтора литра но также это премию то есть особо нет разницы но здесь я написал олеон и непроходной год я отметил красным да и смотрим здесь у нас получается аукционная стоимость автомобиля беру пример с оценкой 4 балла и пробегом где-то 100 тысяч километров то есть такой средний статистический ценник и тойота олеон по статистике я посмотрел это не первый вариант это средний ценник 333 тысячи йен то есть аукционная стоимость 330 тысячи йен на тот момент когда 15-16 год у нас обходится примерно опять же не самый низкий ценник более к среднему 960 тысяч йен 960 тысяч йен пошлина на олеон 10 11 года до на непроходной это может быть и девятый год и восьмой год и двенадцатый тринадцатый то есть на данный момент которые являются непроходными старше пяти лет либо старше семи лет пошлина будет на них одинаковая то есть старше пяти лет на тойота олеон с объемом двигателя полтора литра пошлина будет с утилем 400 тысяч рублей то есть я немного округлил ну сумма вот примерно такая 400 тысяч рублей и все расходы то есть это доставка по японии фрахт оформление склад комиссия компании выходит примерно в сто тринадцать тысяч рублей то есть по сегодняшнему курсу если я считал сто тринадцать тысяч рублей сегодняшний курс 73 рубля за доллар 70 нет 0 68 за ген вот и у нас за 15-16 год то есть автомобиль 35 лет своего возраста стоит на аукционе 960 тысяч йен и пошлина на полтора литра тойота олеон до принципе неважно ли он или это или что проходная полторашка на сегодняшний день по сегодняшним курсом с утилем двести пятнадцать тысяч рублей да она подросла значительно но все это связи с курсами кстати друзья обращаем ваше внимание я на сегодняшний момент брал актуальные ценники они возможно могут измениться я хочу вам общую картину показать и все расходы хочу обратить внимание что на не проходной год что на проходной год они будут одинаковые то есть данном случае они будут одинаковые сто тринадцать тысяч рублей при этих всех расходах при такой стоимости по сегодняшним курсом при такой пошлине и всех расходах до владивостока включая все расходы не проходной автомобиль у нас вышел бы семьсот сорок тысяч рублей а проходной вариант обошелся бы в девятьсот шестьдесят тысяч рублей то есть наглядный пример на тойоте олеон с объемом двигателя полтора литра как не проходной так и проходной видим разницу больше чем в 200 тысяч рублей и люди у которых нету там почти миллион рублей девятьсот шестьдесят тысяч предпочитают взять не проходной вариант тем более аж если брать олеон тем более одиннадцатого года в рестайлинге в принципе то кузов еще не поменялся в пятнадцатом шестнадцатом году поэтому люди предпочитают взять тойота олеон десятого одиннадцатого года но есть также и объем 18 также как и есть довольно популярный автомобиль тойота wish который в основном бы я сказал берут именно не проходной и тойота wish с объемом двигателя 18 10 11 года на аукционе стоит примерно двести двадцать пять тысяч йен когда его проходная версия стоит свыше миллиона йен опять же пошлина с утилем на непроходной автомобиль у нас составит пятьсот двадцать пять тысяч рублей то есть это за 18 и здесь мы отдаем три с половиной евро за один кубический сантиметр при этом за не проходной за проходной автомобиль пятнадцатого шестнадцатого года с тем же объемом мы отдадим триста восемьдесят тысяч рублей что составляет по таможенному калькулятору два с половиной евро за кубический сантиметр ну и все расходы здесь вот есть момент toyota wish непроходной он дешевый также на него все расходы будут сто тринадцать тысяч рублей вы видите друзья что вне зависимости от марки автомобиля его объема все расходы по доставке оформлению так далее они не меняются единственное что вот в данном случае toyota wish пятнадцатого шестнадцатого года в хорошем состоянии там более хорошим даже чем бы хотелось будет стоить свыше одного миллиона йен а это значит что расходы у нас будут немного больше из-за его цены на аукционе они составят около 120 тысяч рублей и так при такой цене на аукционе такой пошлине по сегодняшнему курсу мы получаем итоговую сумму за toyota wish десятого одиннадцатого года опять же в хорошем состоянии семьсот девяносто тысяч рублей довольно хорошая цена даже по сегодняшним курсом в тот момент когда за проходного виша 15-16 года также с объемом 18 мы заплатим при такой цене при такой пошлине 1 миллион двести тысяч рублей 1 миллион двести тысяч рублей друзья это вот именно к вопросу почему же люди берут именно непроходные автомобили почему они не обращают свое внимание именно на проходные больше склоняются к непроходным потому что здесь мы видим от красно цена отмечена она более маленькая соответственно у кого-то бюджет есть именно на непроходной автомобиль это к любимому вопросу наших зрителей многих не клиентов которые не сталкивались с этим почему же люди все-таки берут и как они это берут если это автомобиль старше пяти лет здесь друзья вот вам ответ непроходной автомобиль стоит дороже по пошлине но аукционная стоимость у него ниже ну и перейдем к менее популярному автомобилю как непроходной он рассматривается меньше больше люди предпочитают брать именно проходной сейчас вы наверное поймете почему на непроходной вариант в хорошем состоянии в более хорошем с оценкой 4 балла с пробегом около сотни чуть больше плюс минус вы отдадите примерно 140 тысяч ен при объеме 1 и 3 литра мы рассматриваем сейчас не гибрид и при этих же условиях 15-16 год при том что оценка также 4 балла пробег что-то около сотни там 80-100 вы уже отдадите примерно 500 тысяч ен при этом у фита с объемом двигателя 1 и 3 10 и 11 год пошлина с утилем будет 350 тысяч рублей 350 тысяч рублей это у нас 32 евро за кубический сантиметр в тот момент когда фит 15-16 года с объемом двигателя 1 и 3 литра то есть проходной у нас мы отдаем 190 тысяч рублей 190 тысяч рублей это у нас 1 и 7 евро за кубический сантиметр по расходам все то же самое у нас цена небольшая в целом относительно относительно виша допустим даже того же все расходы будут одинаковые то есть что на непроходной автомобиль что на проходной автомобиль 113 тысяч рублей и при такой цене то есть я сегодня взял довольно большие ценники то есть можно купить дешевле друзья но сегодня у меня задача не впарить вам до какой-то автомобиль подешевле я хочу вам наглядно показать за реальные варианты до по средней цене по сегодняшнему курсу сколько обходятся автомобили ну и при такой цене на аукционе при такой пошлине с утилем по сегодняшнему курсу не проходной фит с объемом двигателя 1 3 литра не гибрид вышел бы примерно 550 тысяч рублей при том что проходной фит 15 16 года с объемом двигателя 1 и 3 литра с оценкой 4 балла с пробегом тоже под сотню возможно чуть меньше вышел 640 тысяч рублей и тут мы видим что если в двух предыдущих вариантах у нас разница была тут более чем в 200 тысяч тут вообще разница в 400 тысяч рублей здесь мы получаем разницу всего в 90 тысяч рублей но здесь кузов старый здесь кузов старый а если возьмем 15 16 год мы получим уже обновленный кузов более там дерзкий он больше там нравится народу и поэтому здесь не проходной автомобиль менее популярен чем проходной автомобиль но опять же если у вас там допустим есть сумма там до 550 тысяч рублей а вы хотите в идеале вариант как мы сейчас рассматриваем и в идеале вариант проходной 640 стоит и у вас нету этих лишних 90 тысяч рублей то есть вариант непроходного автомобиля который можно также привести с документами с птс официально все оформить уплатить за него утиль пошлину и так далее здесь я вам показал одни из самых популярных автомобилей то есть а ли он у нас с премио самые популярные wish у нас менее популярный но все равно популярен и один из самых непопулярных автомобилей которые завозят именно как непроходной это honda fit полторашку еще более невыгодно было бы привести и тогда бы вообще потерялся какой-то смысл друзья но если вам интересны не эти три марки автомобиля я всегда прикрепляю ссылку на наш сайт в описании где есть каталог на нашем сайте с просчитанными ценами со всеми расходами до владивостока как на проходные экземпляры так и не на проходные экземпляры вы можете перейти ознакомиться допустим кого-то может быть интересует двушка но она там становится тоже менее выгодные по сравнению с этими вариантами по сравнению с проходными своими экземплярами и допустим nissan sirena вот ее можно еще рассмотреть как не проходную допустим взять года девятого она будет стоить там дешевле гораздо чем проходной вариант там вот есть разница есть что вас интересует вы всегда можете посмотреть на нашем сайте сразу сравнить там проходной год с непроходным и понять выгодно ли вообще такой автомобиль который вас интересует вести именно как непроходной но сейчас мы отправимся на нашу стоянку где наглядно посмотрим на непроходные автомобили итак друзья сегодня мы не на нашей стоянке мы на стоянке наших друзей потому что наша стоянка немного подзабилась и пришлось попросить наших друзей поставить под охрану ваши машинки ну а здесь три непроходных автомобиля toyota allion premio premio и начну я с toyota toyota allion 2008 года это самый что ни на есть не проходной автомобиль старый как многие выражаются его нельзя привезти с птс как видим друзья 2008 год не пилен не разобран привезен растаможен за него уплачено пошлина как за полторашку здесь у нас полтора литровый двигатель toyota allion с передним приводом с пробегом всего 32 тысячи километров и оценкой r оценка r ничего критичного даже ничего не менялась просто есть замятости которые не вытянуты и поэтому автомобиль toyota allion присудили ему оценку r комплектация g есть задний дворник кнопка старт-стоп не самая бедная комплектация обошелся в 620 тысяч рублей напоминаю полторашка проходного года начинается примерно от 850 тысяч рублей то есть неплохой экземпляр следом мы переходим к тойоте премию 2011 года уже то есть опять же не проходной автомобиль как многие выражаются старый и да он тоже привезен с птс для нашего клиента здесь также полтора литровый движок стоит передний привод неплохая тоже комплектация кнопка старт-стоп кто не знает у них еще есть и запуск с ключа и так toyota премию 2011 года оценка 4 балла аукцион присудил оценку 4 балла ничего критичного есть замена крыла то есть четверку может автомобиль получить даже с замены крыла если это замена произведена просто из-за того что к примеру крыло поцарапали и его просто решили заменить и так полтора литра передний привод оценка 4 балла 2011 год обошелся кстати пробег пробег опять же 57 тысяч километров всего 57 тысяч километров и обошелся данный автомобиль в 700 тысяч рублей опять же премию с объем двигателя полтора литра и с таким пробегом оценка 4 балла минимум наверное в 900 тысяч рублей сейчас получится привести с данными характеристиками оценкой такой же ну возможно от 850 но если ближе к средней то 900 и крайний вариант на сегодня у нас также автомобиль toyota премию привезенный для нашего клиента но уже 2014 года но сейчас друзья 2014 год уже не проходной поэтому данный автомобиль покупался как не проходной но как я уже ранее говорил 18 литра тоже возят как не проходные и данный вариант у нас с объемом двигателя 1800 кубических сантиметров и также с передним приводом хорошая комплектация пробегу всего ничего вообще всего ничего 26 тысяч километров 26 тысяч километров мне кажется он только жить начал в россии друзья он наверное прослужит хозяину как минимум десяток лет и потом наверно что-то начнет с ним может быть происходить резинки может быть поменяют все-таки общую оценку автомобиль на аукционе получил 4 балла по кузову получил отметку c так как есть небольшая замятость по бамперу какая-то сильная царапина по левой стороне автомобиля которую сильно не видно то есть в целом автомобиль заслужил оценку 4 балла у нас самая наверное интересная комплектация из данных представленных сегодня лотов кожный мультируль кнопка старт-стоп оптитронное табло кто ездил на премию знает что это такое прикольная штука но и объем двигателя более тяговито 18 данный экземпляр обошелся в 956 тысяч рублей для нашего клиента с якутска 956 тысяч рублей с пробегом 26 тысяч километров и оценка 4 балла как вы успели заметить наши сегодняшние автомобили вообще все с маленьким пробегом то есть я считаю что пробег до 60 70 для автомобиля который 2011 8 года это это маленький пробег в основном значит он толком не использовался к вопросу почему такой маленький пробег у старого автомобиля ответ на такой вопрос абсолютно прост элементарен японцы не так часто эксплуатируют свои автомобили друзья да даже пример последний раз мы были в японии мы прожили там неделю и всю неделю выходили автомобиль стоял на одном и том же месте даже не один там три-четыре автомобиля стояли на своем месте неделю и за эту неделю выехали по одному разу то есть все это тенденция не просто там через одного а это почти каждый автомобиль отсюда друзья и рождается маленький пробег ну а те кто относится скептически ко всему этому думают что пробег скручен но чтобы этот пробег выставили на аукцион ты должен еще и подтвердить что у тебя такой под пробег путем того что когда ты обслуживал какие-то книжки т.о. когда ты проходил где помечено какой у тебя пробег не предоставил что-то такое то есть вообще ничего не предоставил пробег не подтвержден поставится звездочка напротив пробега и в описании скорее всего будет написано что пробег не подтвержден ну и иногда пишут что пробег скручен скруткой пробега занимаются не японцы но как минимум не все японцы процентов 95 этим точно заниматься не будут я не знаю прям самые ушлые возможно этим будут заниматься но основном этим занимаются пакистанцы и кто русский русских в японии тоже хватает и они тоже продают свои автомобили также покупают на аукционе перепродают поэтому друзья перед тем как купить автомобиль во-первых если у него эрка там еще что-то переведите аукционный лист во вторых есть кнопочка даже на нашем сайте предыдущие торги посмотрите не покупали ли его раньше и тогда уже принимайте решение ставить либо нет даже потому что если он торговался раньше возможно он вас устроит и там ничего плохого нету так тоже бывает по непроходным автомобилям я надеюсь что у вас вопросов стало меньше либо не осталось совсем как видите непроходные автомобили покупаются так же как и проходные автомобили в старом кузове покупаются так же как и в новом кузове поэтому дело бюджета дело вкуса toyota премию или он нравится очень большому количеству людей но не у всех есть на именно на не на проходные автомобили бюджет поэтому мы предлагаем рассмотреть непроходные автомобили что уменьшит значительно бюджет на покупку и сделает возможным покупку в принципе toyota премию допустим в этом кузове 2011 года с объемом литра полтора литра в 700 тысяч рублей когда проходные версии обходятся от 850 870 там 900 то есть примерно 200 тысяч рублей разница составляет на эти автомобили ну еще раз вот здесь подмечу 1826 тысяч километров пробег 950 тысяч рублей 15 год все равно бы стоил дороже при этом же пробеге при оценке 4 балла 1516 год вышел бы свыше миллиона рублей тысяч что сэкономили но в целом не потеряли по году то есть здесь человека захотел именно таким образом при приобрести автомобиль вот не все таки все больше и больше чем я больше вам рассказываю про аукционы они мне самому все больше начинают нравиться их смысл вообще в покупке для личного пользования их смысл нахождения вообще в принципе на рынке ты можешь выбрать все что угодно какого года любого состояния и самое главное знать историю этого автомобиля поэтому друзья если у вас остаются вопросы ссылки всегда в описании на сайт контакты также на сайт каталог автомобилей переходите ознакомьтесь смотрите оставляйте свои заявки на просчет автомобиля который вас интересует ну и большое спасибо вам за просмотр спасибо что подписывайтесь лайкайте пишите свой комментарий который много что для нас значит новые пользователи новые зрители обязательно подписывайтесь на наш канал так как подобные темы разные темы связанные с привозом автомобилей с аукционов японии мы будем освещать но всем вам друзья спасибо большое за просмотр я желаю удачи пока priority авто автомобили и спецтехника из японии напрямую с аукционов без посредников и переплат полное сопровождение от подбора автомобиля надежной доставки до оформления документов звоните 248 55 15